приветствую тебя очередной эфир наша с тобой встреча в ходе которой мы обсуждаем текущие рыночные возможности локальные торговые идеи смотрим на происходящее на финансовых рынках с двух сторон с техники и с позиции фундамента даем вводные и помогаем друзья вам кто следит за нашим совместным контентом в принятии торговых решений ну что на финансовых рынках все интереснее и интереснее давай тогда демонстрация экрана чтобы говорить по факту вчерашние торговые сессии это явное напоминание а вот друзья насколько бы вы не были уверены в развитии конкретной трейдовой динамики рынок может повести себе иначе и в частности вчерашний день сегодня я на своем брифинге аналитическом кстати друзья тем кого важен актуальный новостной фонд не забывайте что на нашем канале на канале маркет есть возможность следить за именно ежедневными выпусками которые готовы для вас так вот по поводу ситуации с индексом доллара который сейчас котируется на отметке 92 60 после вчерашнего сброса золота и локальных покупок к индексу доллара могло возникнуть ощущение если не анализирует новостной фонд что что-то там появилось новенькое что стоит обсудить что может скорректировать планы регулятора касательно программных количественного смягчения ее сроков ее сокращения также планов процентных ставок но честно говоря за вчерашний день такого новостного фона не было и вчера мы видели о скачок доходности американских трежерис который привел к именно просто уступление после индекса доллара и это все оказалось давление на все категории рисковых инструментов вот даже американский фондовый рынок здесь особым исключением не стал но может натяжка на нас так который умудрился еще на обновить исторический максимум но степи вот все равно скорректироваться поскольку целом общая позиция регулятора она за последний день не изменилась и у нас есть такой бэкграунд в виде заявлений последних главы фреса паула в виде слабого отчета по нон фарм фэрлос опять же не хочется проговаривать все риски которые я вижу для макроэкономической конъюнктуры совершенно на ближайшие недели может быть даже более положительный период времени прошлый эфир я комментирую общую ситуацию с рынком занятости поэтому полагаю что индекс доллара на текущий рост он также подпадает под категорию технической коррекции потому что нету фундаментального фона который позволил доллару сейчас развернуться но если только у кого-то из вас друзья нету информации о том что фрес изменит политику непонятно начнем основу да ну скажем вот да ты сделал делаешь акцент на политику фрс там к вид и так далее вот на днях почему там вчера произошел такая коррекция по индексу доллара плюс ну это с фундаментальной точки зрения по золоту достаточно сильный обвал был по по фондовому рынку там до джонс хорошо просел на днях вышла информация что один крупный одна крупная строительная компания в китае на грани банкротства и и у нее долгов на 300 миллиардов долларов это это скажем была информация поэтому так негативно по повлияло на рынок думаю вот вот это коррекционное движение которое пошло какие дальнейшие действия рынка будет то есть время покажет если с фундаментальной точки зрения технической принципе понятно почему коррекция там была то есть ну я уже позже расскажу принципе я и в понедельник говорил что по индексу доллара напрашивается рост и по другим активам аналогично так далее хорошо продолжает спасибо так что касается золота сейчас котировки 1797 долларов за тройскую унцию соответственно давал рекомендацию потенциальной коррекции с уровня 1815 то есть в расчете на отбой и последующий рост сделка закрыта по стоп лоссу потому что золото пролетело 1815 и целом ушло на значение еще ниже вот локальный минимум который был даже ниже планки 1795 сегодня опять же хочу все таки попробовать золото рискнуть и снова купить также не по рынку а через отложку с уровня 1810 при этом стоп лосса на отметку 1800 и это и профит уже в районе 1835 и выше так прошлый раз еще была пара евро доллар я рекомендовал действовать через отложку были митс уровня 1 1840 ну в принципе ну как раз и и сейчас и сняли отложку и котироваться на этом уровне позитивно и положительно по быче смотрю на евро потому что опять же не противоречу своей точки зрения касательно того что доллар может вернуться к развитию исходящей динамики но по евро еще интересен новостной фонд потому что завтра заседание европейского центрального банка и вот к сожалению у нас такой график с виталием понедельник среду обычно стоящие крутые отчеты они все таки идут в четверг и пятницу но мы в понедельник не конечно же оставляем без информации всегда пробегаемся проходимся по отчетам которые публикуются по конец недели я думаю что в следующий понедельник точно исключением не будет поэтому про и цб мы еще поговорим из позиции фундамента я расскажу какие там решения были приняты что это значит для долгосрочных ожиданий по евро я в целом оптимист по европейской валюте потому что полагаю что на фоне последнего роста инфляции в еврозоне скорее всего и цб повысит прогноз рост инфляционного давления и чтобы параллельно с этим немножечко смягчить подсластить пилюль должен прокомментировать что рост инфляции остается под контролем контролем для роста инфляции мы всех прекрасно знаем это манипулирование инструментами которые есть в арсенале европейского центрального банка также как и любого другого это программа количества смягчения и процентный старт что касается европейской программы количества смягчения так называемого экстренного на выкупа облигации в условиях пандемии она сейчас остается прежней 70 миллиардов евро в месяц и я думаю что ближе к концу этого года на четвертый квартал может быть уже стоит европейскому центральному банку возможность корректировать программ если такого рода заявление такая риторика будет озвучена в ходе завтрашнего заседания и цепы и пресс-конференции точнее кристина гарт то тогда европейская валюта сможет забраться выше отметки 1 19 50 ну в общем все ли остается тот отложенных ордер который я точнее он уже не отложены уже с покупки евро опять же для тех кто он сейчас только лишь думает о том какую торговую активность и проявить считать что текущий уровень 1 17 40 это хорошая точка входа так что касается рынка нефти сейчас котировки 72 за баррель вот коридор в районе 71 72 я рекомендую покупать с уровня 72 50 потому что последние данные которые касаются опять же последствия рогана и да его сравнивать уже с катриной по именно ущербу который был нанесен потому как долго провожается простой в работе нефтедобывающих платформ нефтеперерабатывающих предприятий вообще всей нефтяной инфраструктуры мексиканского залива сегодня у нас уже вот среда и по сути неправы были тех кто считал что буквально несколько дней понадобится чтобы мексиканский залив вернулся к прежней работе именно нефтяного бизнеса потому что на сегодняшний день опять же в прошлый раз во время брифинга у меня была возможность сослаться на актуальную формацию сегодня тоже это отсылка на блумберг что 69 процентов производственных мощностей еще простая я думаю что сегодня когда вы данные по запасам нефти я честно говоря полагал что из-за дня труда который был в понедельник статистику все-таки сместят по публикации на сутки вперед но эту информацию нужно проверить странно что я в экономическом календаре сегодня релиз ну хорошо если все-таки он сегодня будет публикован 1730 друзья это уже как раз та самая статистика которая будет опираться на последствия и дыдля именно запасов нефтепродуктов и самой нефтянки и я полагаю что сегодня мы потенциально можем увидеть самое серьезное сокращение запасов больше чем за год и вот на этот фон на эту статистику этот фундамент рекомендую делать ставку опять же в расчете на пробои 72 50 движения в район 75 и стоп лосса на отметке 71 40 питали слово тебе так сделать демонстрацию экрана так всех приветствую сейчас напомню те идеи которые я ранее озвучивал это в основном была идея на рост доллара какой-то характер движения будет дальнейшем сложно сказать то есть нужно быть все время следить за рынком так как напомню еще на прошлой неделе я говорил о шортах индексу доллара да даже на прошлой деле от красивого или точки входа мы отработали спадение на прошлый на прошлой битве в понедельник я намекал о росте индекса доллара да но я давал точные рекомендации через другие пары валютные на текущий момент сохраняя свою идею это у меня была идея по доллар франку покупка советовал я в понедельник вот здесь покупать на отметке где-то 91 50 60 мы где-то вот здесь торговались со своими подписчиками я заходил по лучшим ценам то есть понедельник я не заходил ждал закрытия дневки и заходил вот здесь на на вот этом минимуме очень хорошо получилось войти на коррекции и на текущий момент часть сделки закрыта и советую всем кто ранее покупал доллар франк или какие-то другие инструменты на рост доллара частично закрыться так как мы подошли к конкретно по данному инструменту к сильному уровню сопротивления это в районе там 92 пунктов 0 92 с данной точки мы уже неоднократно один раз уходили вниз второй раз это было на на этом на джексон холли да и сейчас кто ранее покупал часть закрыть часть поставить без убыток да мы уже сидим без убытки с ребятами и с надеждой что будем пробивать 92 и уходить выше конечно есть сомнения потому что тот текущий момент пробует его пробить возможно они сегодня не получится потому что вот уже утром пытались вот на часовичках видно уйти наверх но как-то снова возвращают или это для ретеста или для ложного пробоя то есть ну в одном в нашем случае уже часть сделки зафиксирована поэтому скажем куда рынок пойдет уже это второе да также я со своими подписчиками покупал доллар иену тоже неплохо отросло на и все валютные пары практически там фунт доллар евро доллар индекс доллара то есть советовал торговать народ на рост доллара по поводу золота аналогично как раз писал понедельник что мы находились возле сильного уровня сопротивления и здесь дивергенция на четырех часовиках это еще еще раз один гвоздь для тех кто не верит дивергенции то есть но в сочетании с какими-то дополнительными моментами да то есть там или паттерны или уровне напомню на маркет с прошлую пятницу я снимал специально обзор такой обучающий краткий на данную тематику кто не смотрел можете посмотреть если будут вопросы пишите на текущий момент по золоту явнее рынка то есть почему ну мы практически сильно вчера свалились и здесь нужно новое какое-то накопление если будет сильный выкуп там сегодня завтра и дальше какая-то коррекция то можно уже будет говорить о покупках а сейчас ловить минимум я бы пока скажем ну с моей точки зрения и не вижу такой надобности да потому что можем дальше провалиться после какой-то консолидации пока золото не трогаю дальше по нефти в принципе с тобой согласен насчет пробоя уровня да более красиво как мне кажется смотрится light у нее такой более какой четкий уровень потому что бренд как-то уровень 72 50 она чуть-чуть пилит а вот light у нее уровень 69 40 четкий уровень такой но мы от этого уровня с ребятами как раз разбирали понедельник вторник мы больше там я рассматривал шарты и поэтому на текущий момент аналогично пока мы ниже данного уровня 69 40 аналогично там бренд и уровень который ты назвал возможно даже чуть сдвинуть там на 20 центов выше лимитку как мне кажется лучше бы на потому что здесь еще могут затянуть затянуть более сильное снижение по данному инструменту конечно если мы уже будем пробивать вот данные уровни обязательно со стоп-лоссами потому что может быть ложный уходить вниз но я бы пока рассматривал снижение по данному инструменту то есть текущих конечно желательно бы сегодняшнюю еще дневочку посмотреть как закроется и уже завтра рассматривал я пока зашли куда то есть в район там 67 а возможно и ниже потому что мы видим пока мы находимся в таком нисходящем тренде за последние там два месяца пытаются пробить данный уровень данную отметку 70 но пока безуспешно когда пройдут закрепимся тогда можно будет уже более уверенно говорить о олангах по нефти дальше ну евро доллар я пока вне рынка по данному активу как я уже говорил ранее не исключаю такой вариант что по евро у нас начался сильный рост да у нас появился здесь такой хороший тренд мы его пока сломили и сейчас возможно будет развиваться коррекция какая-то она в принципе развилась небольшая возможно это ее окончание но я пока вне рынка по данному активу что-то нарисуется здесь более хорошее уже буду принимать решение дальше оланге или шарте ну еще краткий комментарий по по биткоину как видим то что я ранее говорил биткоин еще так не так плохо ушел низ вчера около сколько там около 20 процентов да или меньше то есть 53 получается мы ушли на 40 ну 10 тысяч то есть ну да около около 20 процентов ну а некоторые там криптовалюты более мелкие ушли там на 30 кто-то на 40 процентов но этом все не следил потому что мы на этой неделе только был один ход в лонг по одному инструменту кардана то есть там стоп был в основном я вчера с ребятами обсуждал в прок канале с учениками short биткоина по той причине что у нас ну ранее уже отмечал это на дневном графике дивергенция и была дивергенция вчера на часовичках вот видно очень красивая смотрите то есть вот после вот этого импульса я уже написал что здесь скорее смотрится биткоин шорт и когда он зашел под уровень там 51 200 то есть его так слили очень красиво и на данный момент это можно трактовать по-разному этот слив это может быть как импульс на смену тренда вот этого который у нас текущий есть о котором я говорил что у нас вот снижение которое было весной это импульс сейчас коррекция и мы дальше будем потихоньку там на долгое время там полгода году возможно больше уходить вниз в коррекцию то же самое было такой слив в апреле то есть слили конечно данный данную свечу откупили там наполовину как и вчера тоже якобы выше уровня вчера закрылись выше уровня но пока реакции на ложный пробой нету зажимает вниз и поэтому если дадут хорошую дальше коррекцию здесь у нас вот прошлая коррекция она затянулась где-то на на месяц в сумме да вот если считать две недели здесь две недели здесь только потом снижение будем смотреть дальше за биткоином если будет коррекция понятно что она шартовая буду дальше сигнализировать о шартах а пока пока наблюдаем был ли это какой-то вынос как некоторые считают и мы дальше пойдем на 65 тысяч все возможно ну я пока наблюдаю пока вот такие моменты трейдерские есть точка входа я не говорю нету то есть вне рынка поэтому пока все у меня да есть там по некоторым инструментом дивергенции как раз с ребятами отмечали на часовиках вот по евро доллару в лонг да то есть кто ну то в принципе дал сигнал на покупку то есть есть у нас эта дивергенция будет сильной или всего коррекционной какой-то все время покажет но как вариант точка захода возможно с коротким стоп лоссом и так далее но я пока сижу доллар франк с подписчиками да и вот даже сейчас если сделаю на секунду демонстрацию экрана просто покажу от реально с понедельника повторник практически 100 100 процентов ну там 99 процентов в рекомендации ушли очень красиво одно это считая конкретных сигналов которые мы давали это доллар франк вчера покупку там позавчера давали доллар иену покупку то есть со всеми картинками почему мы там ожидаем лонг по данным активам вот еще даже вчера ребята шартили там и ripple очень красиво получилось там по 30 процентов движения взять доу джонс кстати вот есть шанс в принципе вот я смотрел как вчера закрылся но я сегодня не затрагивал фондовый индекс доу джонс и snp 500 но очень вчера по медвежьему закрылись и в принципе есть шанс на дальнейшую какую-то коррекцию то есть был доу джонс вчера уровень и моего на пробой по стратегии пробойной возможно было шортить так вот индекс доллара писал ребятам вчера то есть покупочки здесь модель была хорошая так как понедельник я намекал на рост индекса доллара вчера уже было более понятно что сформировался какой-то паттер нужно было там полтора дня для формирования то есть рискованно возможно было с понедельника на покупать вот bitcoin то есть дальше что мы там еще ну и нефть обсуждали тоже у нас был такой battle тоже там есть ребята которые за лонг я говорю что я больше за шорт показал по нефти мы вчера в принципе там доллар доллар полтора падали в моменте да пока ниже уровня я буду тоже за шорты по нефти пока пока мы не пробьем эти уровни которые ты говоришь я думаю что это правильная идея на пробой работать как вариант но пока пока можно спекулятивно шортить и этот спекулятивный шорт по нефти может оказаться достаточно сильным ну и фондовый индекс я не показывал график в двух словах да то есть смп вчера медвежьи закрылся до джонс тоже и они сегодня дальше падают возможно вот скажем вот вот этот ковид да вот столько много внимания ему уделяется как видим за последние там полтора года как весной рынок отпадал реакция на ковид дальше мы только растем и там какие-то идут всплески а снп там условно ну реакция какая там два-три-четыре дня коррекции дальше ноль до новый максимум я думаю что проблемы придут как я уже отметил вот китай дальше европа вот долговой рынок это самая большая проблема потому что все сидят долгах помним что было с грецией да в европе а у нас есть еще напомним в европе это италия испания в которых там долгов очень много ну возможно как есть теория по поводу уменьшение населения до золотого миллиарда да и вакцинация скажем ну скажем я такой теории придерживаюсь посмотрим потому что ладно там еще как-то как предлагают там принять вакцинирование там один-два укола как двойную дозу там да но они же предлагают этот момент каждые полгода делать то есть он пока как бы на слуху его не предлагает но уже файзер там продвигает а нужно будет колоться каждые полгода на а возможно и третий укол пока я вижу там не помню в израиле где против дельта штамма он сильно помогает сейчас у нас сертификаты которые выдают по поводу если ты там вакцинировался они действуют только полгода как оно дальше будет ну ладно еще можно там как-то прокатит да раз там повезет но каждый каждый год четыре укола получать ну не знаю чем это закончится на самом деле просто смотришь даже статистика там орут там ну берем там ближние страны там москва киев да условно два больших города там ближайшие в москве там проблемы то есть смертность большая киев ноль то есть никто об этом не то есть города практически рядом население тоже там курсирует туда-сюда то есть если там был москве проблема реальная да они то что рисуют в киеве то же самое было бы у нас здесь все свободно стадиона полный принципе в москве петербурге тоже были полные летом стадионы на по футболу ну не знаю то есть пока пока я придерживаюсь той теории захвора как она будет но я думаю что развязка уже близка в любом случае и надеюсь доживем и увидим где собственно все вот эти секреты тайны крыльясь и для чего все это делать и были какие-то причины которых мы пока что сейчас не знаю виталий тебе большое спасибо как всегда за комментарии разумеется твои торговые идеи следим конец недели с кучей фундаментальных отчетов еще четверг пятницы и сегодняшний день еще на впереди понедельник еще раз все обсудим поговорим об итогах заседания европейского центрального банка ну и вернемся снова к перспективам доллара и разумеется соответственно к перспективам ехать на своих активах хорошего у тебя закрытия недели виталий классных выходных пока пока удачи